Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такие интересненькие, остроносенькие следки-тапочки. Они на ножки смотрятся достаточно аккуратненько. В видео в начале, я думаю, что вы увидели на заставочке, как они смотрятся на ножки. В полуфабрикатном изготовлении они выглядят именно вот такие вот, как полутапочки. Вот. Вяжется такой следок на двух спицах очень просто, быстро и минимум затрата по времени и средствам. Уходит на где-то порядка 36-38 размер 50-70 грамм пряжи, при том, что я вязала остаточками полушерстяной пряжи в два сложения. Я всегда рекомендую использовать ниточки потоньше, но в 2-3 сложения для того, чтобы были более износостойкие ваши топульки. Так как они носятся, скажем, ежедневно и по дому, то имеют свойство протираться. Вот. Поэтому я рекомендую все же использовать ниточку в 2-3 сложения для того, чтобы они были поплотнее и в то же время мягенькие. Также рекомендую, когда сшивать будете, то немножечко в принатянутом состоянии для того, чтобы не слишком стянутые были у вас швы и не грубые. Я расскажу, как делать швы не грубыми, еще по ходу вязания покажу, как буду сшивать. Вот. На ножке они смотрятся достаточно аккуратно, можно украсить их на любой вкус. И также в начале видео я вам расскажу и покажу, как правильно рассчитать на любой размер. Кому понравилось, обязательно лайкайте и приступаем к вязанию. Перед тем, как приступить к вязанию данного следочка, нам нужно знать длину подошвочки от самой крайней высокой точки пальчика до самой нижней точки пяточки. У меня это 24 сантиметра и нам нужно знать самую широкую часть, это там, где мизинчик и большой пальчик, вот самая-самая широкая часть. У меня это 9,5 сантиметров. Вот исходя из этих мерочек ножки, мы будем делать расчет. Расчеты очень простые на самом деле. Нам нужно взять длину полностью стопы, то есть 24 число у меня, это у вас может быть свое число. Отнять от этого числа 3 сантиметра, так как это вязаная вещь и, ну, как бы платочная вязка очень хорошо тянется. 24 минус 3, это получается 21. И к этим 21 или у вас другое может быть число, нужно добавить 12. То есть к любому числу, которое у вас получится, исходя из ваших мерок, добавить число 12. То есть получается 21 плюс 12, это 33 сантиметра. Соответственно, 33 сантиметра это ширина прямоугольника, из которых будет в дальнейшем сшиваться наш следочек. С шириной мы определились 33 сантиметра. Высота данного, скажем, прямоугольничка должна равняться числу самой широкой части подошвочки. То есть у меня это 9,5 сантиметров. Исходя из плотности вязания моей пряжи, я буду вязать полушерстяной пряжей в 100 граммах. У меня 375 метров. И спицами я буду вязать номер 4. Вот, исходя из моей плотности вязания, это для 33 сантиметров я должна буду набрать 70 петелечек. И по плотности вязания рядочков в высоту это 35 рядочков 9,5 сантиметров. И плюс ряд 36, это ряд закрытия. То есть мы вяжем обычный прямоугольничек самой простой платочной вязкой. После того, как я сложила ниточку вдвое, я отступаю максимально длинный краешек, около метра, для того, чтобы набрать нужное количество петелек мне для начала вязания. И плюс нам понадобится хвостик для того, чтобы сшивать наш следочек. То есть сейчас я набираю нужное количество петелек для длины 33 сантиметра своего полотна, самая широкая часть. Соответственно, по моим расчетам это 70 петель. Начальные две петельки я набираю на одну спицу, для того, чтобы не был растянутый уголочек вязания. Затем приставляю вторую спицу и набираю еще 68 петелек. Вы же можете набрать изначально 70 петель, если в дальнейшем при вязании 2-3 сантиметра вам покажется, что вы не набрали достаточное количество для ширины слитка, то вы можете всегда это переделать. Но все равно я всегда рекомендую небольшой образец вязать для того, чтобы вы понимали, сколько же петелек у вас вмещается в 10 сантиметрах. Исходя из этого, уже набрали просто для того, чтобы вам не перевязывать ваше вязание. Итак, набираем 70 петелек самым удобным для себя способом. 70 петелек набрано и теперь для удобства, смотрите, я собрала вот этот хвостик лишний, который нам для пришивания понадобится просто на булавочку и присоединила к наборочной косичке. Теперь достаем одну свободную спицу, на которой нет начальных двух вот этих петелек, если вы набирали точно таким же способом, как и я. И теперь берем, мы начинаем вязать первый ряд, первую кромочную в первом ряду и в последующих рядах я буду просто снимать непровязанной. Затем каждую последующую петлю провязываем просто лицевой до самой последней петли ряда. В этом вязании платочной вязки я изнаночные петли использовать вообще не буду. То есть с первой петли кромочной, которую мы снимаем, затем последующие мы провязываем просто лицевыми до самой последней. И так будем вязать просто поворотными рядами, всего лишь лицевыми петлями платочную вязку. Довязываем в конце ряда две последние петельки также лицевыми и разворачиваем наше вязание. Благодаря тому, что мы набирали на одну спицу две начальные петли, у нас не такой растянутый уголок вязания. Первую петлю второго ряда мы снимаем непровязанной и далее каждые последующие петельки снова вяжем лицевыми. Будьте внимательны, чтобы у вас ниточка не делилась. Если у вас также двойная, то и тройная ниточка. Вот просто провязываем вот такую вот обычную полосочку, пока не наберем высоту 9,5 см. А затем я вам покажу, как мы будем закрывать наш прямоугольничек и в дальнейшем собирать уже следочек. Связала я 9,5 см и у меня, как и прежде, вместилось 35 рядочков. И в 36 ряду я сейчас буду делать закрытие петелек. Первую кромочную я снимаю петлю, далее следующую вяжу лицевой. И перекидываю кромочную на эту лицевую, спуская полностью на петельку предыдущую петлю. Далее снова, следующую вяжу лицевой и предыдущую перекидываю на вот эту провязанную лицевую, спуская с работы. Снова лицевая, перекидываю предыдущую, лицевая, перекидываю предыдущую. Вот так вот поочередно я буду делать закрытие каждой петли. Кто знает способ провязывания попарно вместе возвращать петельку, то можете попарно провязывать и делать закрытие удобным и самым простым, любым для вас способом. Самое главное, нам сейчас просто закрыть наш прямоугольник. И в итоге, вот видите, у меня получается вот такая аккуратненькая косичка. То есть закрываем петельки до самого левого уголка. Когда закрыли до самого конца, у нас остается одна рабочая петля. Мы пропускаем сквозь нее рабочую ниточку и хорошо-хорошо привытягиваем вот эту последнюю, скажем так, пропущенную ниточку. И оставляем по длине хвостик. Оставляем максимально, насколько можете, длинный, сантиметров где-то 60. И затем лишь отрезаете рабочую нить. Вот этим хвостиком мы также будем сшивать, как и начальным. То есть вот теперь у нас получился наш начальный прямоугольничек, который мы рассчитывали. И сейчас мы из него будем сшивать следок. Перед тем, как сшивать наш следочек, нужно расположить таким образом, чтобы все хвостики были с правой стороны. С левой стороны сейчас мы берем вот этот наш край и загинаем таким образом, как бы вы визуально по диагонали загинали бы квадратик. То есть вот так вот уголочком соприкасается с нижней стороной. Теперь вот эту сторону, которая подлиннее, мы подвигаем плотно к вот этой стороне треугольничка, перевернутого на бок. Вот так. Таким образом мы должны сшить, сделать здесь шовчик, вот эти две части. И нижняя часть, это у нас будет подошвочка. Это для одной, для одного следочка. Теперь для второго мы точно так же ложим второй прямоугольничек и складываем в зеркальном отображении. То есть складываем с этой стороны треугольничек и эту сторону подвигаем к этому треугольничку. И сшиваем тогда вот здесь и подошвочку. То есть обратите внимание, только лишь в зеркальном отображении. С одной стороны положили, так же лежит прямоугольничек, с другой стороны. И тогда подвинули. Вот исходя из вот таких вот самых простых слаживаний прямоугольничка, мы получим слитки. Я буду сначала сшивать первый вариант, затем буду сшивать второй вариант. Еще раз повторяюсь, для тех, кто не понял. Теперь, что касаемо следочка, смотрите, самое главное нам сшивать вот этими отрезочками ниточки, которые мы оставляли. Так будет, во-первых, удобнее, во-вторых, вам не придется делать лишних присоединений. Сейчас мы начинаем с вот этой стороны, поэтому вот этой ниточкой мы должны будем вдеть в иголочку и прошивать до конца вот эту сторону, то есть вот этот отрезочек. Затем вот этой ниточкой и та, что останется здесь, мы одной пойдем в одну сторону, а второй в другую. Когда вы будете сшивать вторую пинеточку самостоятельно или следочек, то вы сделаете таким образом. Вы этой ниточкой пойдете вверх, а вот этой пойдете от мыска по подошвочке. Я думаю, что здесь все останется вам понятно. Итак, сейчас складываем удобным для себя образом. И теперь смотрите, нам нужно сейчас, так как эта сторона более плотнее, чем поперечный, вот этот край кромочный, то нам нужно будет приблизительно просчитать, откуда нам начать сшивать вот эту сторону. То есть вы сейчас присоединяете, вот она первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая и вот она двадцатая. Я начну сшивать вот с вот этой петельки, то есть вот это расстояние соответствует количеству петель расстояния с другой стороны. И когда я дойду до, уже до сшивав до конца вот этот краешек, я перейду на подошвочку. Сейчас я пока вдеваю ниточку вот эту в иголочку, я иголочку уже не достаю, я себе отсчитала количество петелек, а пока только лишь вдеваю их в иголочку. Вделаю ниточку в иголочку и как бы перевернула вделаю ее с другой стороны иглу. Теперь в эту же петельку вот так вот мы возвращаемся и получается как бы у нас непрерывное соединение вот этого ряда верхнего. Далее мы продолжаем вот такими стежками сшивать до тех пор, пока не дойдем до самого низа. То есть вот так я как бы войду в первую полупетлю ближайшую и только лишь захватывая верхние полупетельки, вот эта полупетелька, вот эта, раз, следующие две полупетельки, два, следующие полупетельки, три и так далее. Вот она внешняя полупетелька с одной стороны, с другой стороны, внешняя полупетелька с одной стороны и с другой стороны. Вот такими самыми простыми стежками я дойду до нижней части. Вот так. И тут получается аккуратный шовчик внешний. Здесь как бы непрерывное вязание мы с вами соединили, вернувшись под петельку, вот с которой начали. И все. Теперь пока не закончатся петли с одной и с другой стороны, мы будем сшивать. Дошивали до конца и теперь берем этой же ниточкой и продолжаем сшивать в эту сторону. Можете в другую сторону, как вам удобнее. То есть либо вот таким вот образом, либо таким. И просто сшиваем точно так же, лишь за вот эти передние полупетельки с одной и с другой стороны. Желательно, чтобы хотите, можете просчитать, как здесь мы с вами считали. Вот хотите, можете просто так приблизительно на глаз прикинуть, сколько здесь петелек вместится. Так как нижний ряд вот здесь вот, там где у нас наборочная косичка, он, скажем, более такой вот мелко посаженные петельки по сравнению с поперечным рядом. Вот там, где у нас кромочные петельки. То есть вот, смотрите, несоответствие как бы петелек, вот, то оставляем здесь как бы короче сторону, чем верхнюю. И тогда у нас останется дошивать лишь вот эту сторону другой ниточкой. Либо можете этой же идти ниточкой, но опять же таки, зачем возвращаться, если она нас здесь будет ждать. Я, пожалуй, буду разными ниточками сшивать. Вот, поэтому начинаю я вот здесь вот с самой нижней петельки на мое усмотрение, как бы. И все, и начинаю внешние петли снова сшивать. Вот самая нижняя петля и самая верхняя. Снова это полупетельки, вот, для того, чтобы был такой вот мягкий шовчик. Вот, в одну сторону и в другую сторону точно так же. Получится немножечко, конечно, шовчик на подошве в одну сторону и во вторую. То есть будет, как бы, два направления шва. Ну, я думаю, что именно на одной, на одном слитке это будет непринципиально. И, как на мой взгляд, менее видно. Особенно, если у вас какая-то рябенькая, либо однотонная пряжа, в принципе, не имеет значения. И все, вот таким вот образом я продолжаю сшивать до самого мысочка. Когда я дойду вот сюда до мысочка, я соберу вот здесь где-то пять петелек такими вот стежочками, для того, чтобы у меня не получился слишком острый угол мыска. Вот, у меня получится более закругленный и аккуратный. Я сейчас дойду до этого момента и вам покажу. Вот, я дошла до мысочка. И теперь я беру две-три петельки, вот так вот нанизываю только лишь за передние полупетли, как мы только что сшивали. Вот она первая петля, вторая петля, третья, четвертая. Вот здесь уже с другой стороны. И пятая. Я захватываю лишь только внешние полупетельки. И сейчас, если вы вот так вот проденете руку, вам удобнее будет пальчик. Стягиваем вот эти пять петелек, можете семь даже петелек. Вот. И вытаскиваем на изнаночную сторону. Вот так. Все, теперь нам фиксировать нужно эту ниточку с изнаночной стороны. Я пока этого делать не буду. Вот, я просто ее оставляю. И вдеваю ниточку в иголочку, уже вот эту, которая у нас с другой стороны. Вот так. Сейчас я вытяну край длинный, чтобы мне он не мешал. И все. Теперь я сшиваю в обратную сторону до пяточки, вот этой ниточкой. В обратную сторону идем такими же стежками за внешние полупетельки. Для начала я сделаю здесь просто как бы соединение, такой вот переход. А затем уже, начиная со следующей полупетли, с одной и с другой стороны захватила, протянула. С одной и с другой стороны захватила и протянула. Вот так доходим до самой пяточки. Вот так. Можете повернуть удобной для себя стороной, с другой стороны подойти к этому. В принципе, удобно и так. Сильно не затягиваем. И вот так вот проходим, проходим, проходим. Можно руку уже вытащить. Просто берем или подвинем вот так вот, как вам удобнее. Вот, либо, ну в общем, в принципе, подбираетесь так, как вам удобно. Вот если посмотреть, то так такового, скажем, различия между стежками абсолютно и нет. Вот он наш, получается, край там, где мы сшивали. Потом мы пошли в одну сторону, в другую сторону. И этого перепада так такового и нет. Вот здесь рубчик, как с изнаночной стороны, так с лицевой смотрится аккуратно. Здесь тоже самое. Он мягенький, очень аккуратненький. И вот таким же образом доходим до самого конца пяточки. До вот этих пор. Когда дойдете до пяточки, вот так вот пальчиком подставьте, чтобы вам было удобно и видно, куда вводить иглу. Вот, и в таком вот немножечко при натянутом состоянии вы допрошиваете все, как бы, петельки, которые у вас остались. У меня осталась беспарная, поэтому я ее, как бы, вот так вот прошиваю и вытаскиваю иглу на изнаночную сторону. Вот так. Теперь с изнаночной стороны я зафиксирую хвостик и спрячу его по ходу того, как ложатся петельки. Все, в принципе, здесь я оставлю вот такой вот коротенький хвостик и мне остается его спрятать. Теперь что мы делаем? Мы делаем вторую, такую же точно, платформочку и точно так же, только уже в зеркальном отображении сшиваем. И у нас получаются вот такие слитки. И обратите внимание, что именно в зеркальном отображении, для того, чтобы по диагонали, как бы, правильно в зеркальном отображении ложились носочки. Вот. Они у меня получились в длину, как и нужно было, в 21 сантиметр, то есть минус 3 сантиметра от моей длины стопы. И в итоге они выглядят вот так. Носить их на ножки красиво, удобно. Вот этот хвостик, благодаря тому, что мы немножечко стянули, он у нас ложится красивенько. Сюда вы можете по желанию пуговичку пришить, либо же оставить это на внутренней стороне, а вот эту красивую сторону сделать на внешней. Ну, как на мой взгляд, если у вас вот такой аккуратный, на мой взгляд, как это шовчик, то его можно одевать как бы на внешнюю сторону. Вот таким вот образом. Как бы получается это левый, а это правый. И все. Вот они готовы. Я надеюсь, что у вас получилось, понравилось. Не забудьте лайкнуть, кто еще не подписан на мой канал. Подписывайтесь, будет много чего нового, интересного. И также нажимайте на колокольчик под видео, для того, чтобы получать оповещения о новых видео, которые выходят на моем канале. Пока-пока.